всех приветствую дорогие напишите пожалуйста как меня видно как слышно надеюсь интернет будет нормально работать я сегодня к вам пришла без фильтров а все знаете почему я очень привыкла давать эфиры без фильтров в телеграме в своей группе и теперь если честно мой недавний эфир на моей странице основной просто меня убил там настолько фильтр меня изуродовал что я выбирала 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 и подумала ну его нафиг лучше быть самой собой чем ради сглаживания кожи терпеть трансформацию черт лица которые мне совершенно не идут особенно вот это узкое лицо которое мне ни разу не идет у меня лицо конечно не круглая но и не узкая в общем мне кажется она меня старит я знаете решила в этот раз не вот так вот читать ваши комменты прям приближаться это неудобно и плюс я горблюсь я решила на втором телефоне открыть комментарии и собственно читать их именно что непосредственно отсюда вот и сегодня у нас с вами эфир посвященный магии во всех ее проявлениях и мне было интересно было узнать как вообще вы относитесь к магии вам это нравится вы в это верите или же вам это нравится но вы этого боитесь либо же вам не позволяют какие-то религиозные зрения скажем так мне хотелось бы вот посмотреть именно статистику людей на моей странице как вы относитесь к магии и дальше я буду буду смотреть в общем-то там как у меня тут на моей странице с людьми обстоят дела и буду выбирать те темы которые как говорится именно вот для вас актуально так все я начала смотреть вопросы очень немножко так мне неудобно конечно потому что тут одно я вижу там другое здесь освещение на этом телефоне я гораздо хуже выгляжу чем здесь интересно как вы видите вы меня пока у меня не мотается сейчас посмотрю обожаю магию верю и знаю да знаете есть такие люди это кстати говорит она наш куратор из академии красоты большинство людей как ни странно именно которые занимаются магии они уже рождаются с тягой к этому то есть знаете есть такой тип людей и я к нему отношусь мы не можем жить без этого то есть нас с детства тянет на что-то такое так расскажите пожалуйста что с пространством в последнее время она какое-то сумасшедшее да я с вами согласна сейчас идет глобальная жатва завершается чистка и собственно мы можем видеть как люди сбиваются с пути они просто как сказать они уходят с дистанции они не могут продолжать развитие они просто не выдерживают особенно у тех у кого маленький стаж в саморазвитие сейчас очень много провокаций таких ситуаций которые могут полностью сбить с пути от слова совсем дальше читаю магия неотъемлемая часть меня супер магия кругом просто мы ее не видим отлично отношусь полностью согласна я в ней отношусь напрямую занимаюсь западной церемониальной до понимаю тоже люблю именно этот тип магии магии прекрасно отношусь особенно в звуковой да прекрасно вас понимаю я тоже как аудиал в какой-то степени очень люблю звуки определенные звуки которые открывают сверхспособности кстати я собираюсь в ближайшее время начать записывать голосовые медитации у меня уже есть сценарий для двух медитаций и один сценарий я написала просто для медитации практику потому что у всех медитации в чем-то отличаются способ медитировать так вот у меня есть такой способ медитации которые я использую я бы нигде не вычитывала то есть это как бы мой собственный способ там есть кое-какие детали которые помогают почувствовать ваше эфирное тело такие маленькие нюансики но они очень важны это с чем-то схоже с выходом в астрал спасибо большое за приятные слова дорогие насчет внешности я сегодня если честно я вообще забыла накраситься накрасить только брови чуть-чуть подвела губы но потом уже подумала ладно так дальше смотрим верю чем отличается магия от науки вообще ничем я бы сказала так магия это скрытая наука это такая наука которая собственно она только для избранных знаете очень много книг есть которые выкупают богатые люди и складировать своих библиотеках чего только стоит библиотека ватикана и другие библиотеки то есть они скрывают от людей знания научные знания о нашем мире скрыли нулевой элемент эфир то есть они это все делают намеренно чтобы управлять этим миром с другой стороны если бы вы поставили сюда на их место да и представили что вы жадные алчные вы хотите сами управлять и не хотите чтобы у вас появились конкуренты и тогда вы решаете просто напросто скрыть от людей их возможности что собственно говоря сейчас и происходит и специально они конспирируют под магию под какие-то чары под что-то сатанинское или что-то опасное те знания которые вообще на самом деле являются научными но они эту часть науки скрыли от нас хотя я бы сказала так есть одна часть науки которая очень коррелируется с магией думаю вы догадываетесь какая это квантовая физика я верю в свою волшебную голову к ритуалам никак не отношусь нейтрально это тоже правильно смотря у кого какие скажем так наклонности если я не занимаюсь магией то моя жизнь рушится особенно здоровье я с вами согласна абсолютно аналогично если я на какое-то время забрасываю свои практики у меня пропадает мотивация вдохновение я чувствую деградацию это называется магическая болезнь есть люди которые ну просто по своей специфике они должны заниматься этим это как не знаю часть их личности и если человек из-за ленья из-за страха или из-за чего-то еще просто отказывается от этой части своей личности это карается матрицей или вселенной как просто отказ от самого себя и начинаются уроки уроки которые будут тыкать его носом для тех пор пока он не поймет что это его путь и он не может с него уйти потому что такая его специфика духа к сожалению агрессии много конечно согласна с вами я в последнее время тоже ну я уже даже внимание на это не обращаю если честно думаю вы догадываетесь что я имею ввиду кто подписан мою группу красоты понимаете о чем я говорю вокруг очень много деградирующих людей падших людей на них не стоит обращать внимание они неосознанно поэтому нет смысла закончится ли чистка в следующем году наконец-то думаю что нет нет это слишком быстро я думаю где-то еще ну максимум 3-4 года вот так так что нам еще нужно затянуть пояса и терпеть к сожалению я заметила что в некоторых моих знакомых ботах просто подменили в их телах как будто подселенцы не выдержали аналогично я вам говорю просто люди как будто сходят с ума это мне буквально все говорят и повсеместно люди сходят с ума мне кажется что я горблюсь из-за того что там куча комментариев я не вижу как бы как я сижу а когда горбишься сразу портится не только осанка но и в целом даже общий вид так что буду сидеть поровнее тоже с ботами такое заметила как вы относитесь к с матрицам гаряева очень хорошо так я смотрю тут уже появились хейтеры слушайте а я не могу их с этого телефона забанить придется наверно на этом бане сейчас хейтеры зацепила мое лицо без фильтров и моя большая грудь третьего размера да не всем так повезло как мне блин не могу найти ладно пор а вот вот это дура так все баню вас обожаю вышвыривать мусор из своей реальности сразу так свежо становится какие техники в магии работают лучше всего ну все зависит от ваших способностей от ваших наклонностей я скажу за себя у меня лучше всего работают квантовые техники в редких случаях я прибегаю к ритуалистике это больше знаете как память из прошлого ностальгия я очень люблю ритуалы когда я вступила в масонство я вообще просто ради ритуалов туда ходила и вообще большинство масонов любят агапа они любят агапа это такой обед или ужин где они сидят кушают общаются я вообще сижу не ем жду такая только когда агапа закончится и начнется ритуал и когда начинается ритуал все люди сразу становятся такими как будто умными они как будто одухотворяются то есть превращаются из обычных людей в каких-то там даже не знаю сверхсуществ то есть как-то на ритуалах все по другому я обожаю ритуалы и у меня они очень хорошо работают так дальше хочется видеть твою улыбку ну для этого надо чтобы как сказать что-то произошло такое что вызовет ее дайте совет чтобы кожа стала чище я считаю что нужно делать чистку кишечника и сейчас у меня как раз начинается детокс побежу еще немного своей грудью девушек у которых ее нет у меня сейчас начинается детокс поэтому вы можете присоединиться почистить кишечник даю гарантию что с кожей у вас будет ну просто вы себя не узнаете во первых она станет светлее во вторых сотрутся пигментные пятна она в целом освежится будет более равномерной и конечно же уйдут прыщи это первым делом дальше я пристань успела заблокировать эту вонючку надеюсь она не сильно испортила общий фон уже успела верите ли вы в рай и от я не верю в этом смысле я знаю я знаю что этого нет этого не существует почему я так в этом уверена дело в том что я обладаю такой практикой как шифтинг или выход в астрал то есть по сути это определенная энергетическая практика где вы ложитесь на постель и делаете определенные техники последовательно и через какой-то момент вы выходите из тела вы прямо чувствуете что ваш дух вы можете ощутить как будто бы вы встали с кровати но это реже чаще всего вы начинаете чувствовать себя как бы такая субстанция без костей которая просто плавает в воздухе и путем ментальной скажем так настройки вы можете себе сказать так я хочу другую сторону комнаты и вы просто резко туда перемещаетесь то есть вы начинаете учиться управлять своим энергетическим телом через какое-то время у вас вы начинаете чувствовать свои руки ноги то есть начале вы просто как жижа такая масса вы выходите вы с нуля учитесь там смотреть перемещаться то есть это как вторая жизнь только в энергетическом теле и со временем вы нарабатываете дубль дубль это полная копия энергетического физического точнее тела он точно так же выглядит как ваше физическое тело и этим дублем вы занимаетесь магией вы можете полететь к любому человеку посмотреть на него внушить какие-то мысли некоторые люди в редких случаях могут даже вас увидеть как привидение и то есть чем больше вы занимаетесь этими практиками тем ваш дубль становится плотнее и в какой-то момент вы можете знаете как я делала я вот возле кровати ложила спичку так чтобы ее легко было смахнуть я выходила в астрал и вот так вот я смахивала потом у меня была дверь в комнату я ее смазала очень хорошо маслом и она очень легко открывалась и я запоминала как она стоит выходила в астрал и своим дублем ее понимаете открывала или закрывала и это все работает вот поэтому я очень люблю такие практики так вот когда я туда вышла это и есть состояние которое люди называют смертью то есть когда ты выходишь из тела неважно в астрал ты вышел или просто умер и когда я туда вышла я я побывала очень много где но не видела ни рая ни ада этого нет вообще ничего я кричала там звала там всяких апостолов бога демонов и прочее это просто квантовый мир там очень много существ разных раз ничего вот этого из с того что вы там описываете там всякие пророки боги ангелы я не встречала ни разу если кто-то встретил напишите я не видела поэтому я не верю то есть мне не надо верить или не верить я знаю валерия откуда вы берете вопросы из комментариев ну да конечно поэтому вы можете задать его у меня при просмотре видео и фото из сша о жизни там начинаются такие бурные эмоции как ностальгия тоска хочется плакать возможно ли такое что я там жила в прошлой жизни это сто процентов сто процентов именно вот эти эмоции свидетельствуют о том что вы там жили почему людей наказывает болезнями дело в том что если человек не развивается например да или у него закупорка в развитии происходит то матрица еще нет ну она не знает как человека подтолкнуть к тому чтобы он начал развиваться и поэтому она посылает неприятности болезни чтобы человек одумался что он идет не в ту сторону потому что то что ты отдаешь то ты и получаешь и если тебе не нравится что ты получаешь то изменить то что ты отдаешь то есть это пинок грубо говоря столько людей умерла у друзей и знакомых да это правда благодаря тому что сейчас идет чистка очень мощная жатва действительно умирает очень много людей причем иногда даже по пустякам или резко образовалась какая-то болезнь и все вот у меня так папа умер 2021 году он вообще ничем не болел но он кольнулся он кольнулся а у него было противопоказание но ему естественно об этом никто не сказал он сам тоже забыл ему нельзя было этого делать и он среди ночи просто умер оказалось что у него там какое-то кровоизлияние произошло в мозг потому что эти укольчики они очень сильно сгущают кровь и образуются тромбы вот такая вот жесть и очень много людей которые умерли именно от этого дальше смотрю вы очень красивая спасибо большое очень приятно слышать это спасибо большое насчет снова комплимент как вы относитесь гадали на таро вчера как раз гадали со своими соратницами ну я вообще как сказать я не гадаю но иногда когда надо срочно что-то проверить можно это сделать я отношусь к этому нормально и в нашей академии меркаба мы этому обучаем профессионально так что кто хочет освоить эту профессию можете обратиться к нам здравствуйте валерия выглядите шикарно спасибо огромное дорогая очень приятно вы безумно красивая восхищаюсь вами спасибо большое дорогая очень приятно что скажете по тензор претензорные кольца а что это тензорные кольца я если честно не слышала об этом это какая-то технология you are the most magical beautiful love thank you very good как вы относитесь к медитации опасно ли делать под музыку из youtube очень хорошо я сейчас собираюсь сама записывать различные голосовые медитации и я вас уверяю что под мои медитации вам будет абсолютно безопасно потому что перед тем как записывать медитации я ставлю очень много анти скажем так лервических программ чтобы в эту медитацию вообще никто не мог проникнуть поэтому даю гарантию что это будет самые чистые самые экологичные медитации которые вообще только могут быть так назовите три прошлые жизни которые наиболее важны по вашему мнению ну наверное я начну с жизни сиакатля топельцина кицелькуатля это моё воплощение здесь в мексике она настолько сильно зацепила меня поразила вдохновила наделила мою жизнь смыслом именно после этого у меня начался бурный духовный рост я была тогда жрецом который пришел сюда из атлантиды во время катаклизма мы с друзьями нас было четверо человек мы переместились меркабе меркаба это энергетическое поле из которого можно создать нло мы переместились на этом нло сюда в мексику и здесь основали столицу талан она называется сейчас талан и там стоит 4 статуи атланта одна из этих статуй это я и как узнать мою статуя если вы откроете фотки вы увидите у меня всегда на всех статуях я себе специально поставил такую отметку что у меня всегда такие губы во всех статуэтках которые когда-либо делали статуя всегда держу такие губы чтобы себя узнать так что вы найдете единственный атлан и других музеях там тоже иногда попадаются статуэтки всегда с такими губами поэтому вот видите я начала улыбаться кстати обратите внимание поэтому нужно чтобы какая-то тема была которая действительно вдохновляет заряжает мне даже жарко стало и вот такие темы меня вдохновляют да это кицелькуатры дальше хочу еще жизнь у меня была мощная но были классные жизни знаете но так прям чтоб я восхищалась таки целькуатры точно потом какие же еще но были классные жизни очень мощным не сказал бы что восхищалась ну ладно пока льва там пока льва там это тоже мексиканский жрец он жил в поленке и был там скажем так главным жрецом но я правда там накосячил очень сильно случайно совершенно проводил ритуал у нас короче постоянные были какие-то войны и однажды мы спрятались короче там оставались только жрецы а наше войско ушло другую деревню ну в общем все воины ушли и на нас начался набег мы все спрятались в храме надписи и я начала проводить ритуал по телепортации и случайно их отправила на необитаемую планету короче ужас потому что я спешила и я их телепортирую телепортировала не туда и как бы из-за этого эта жизнь как бы немножко смазалась но так в принципе классная жизнь ну и третья жизнь наверное вы все знаете я часто про нее пишу я очень вдохновляюсь это мария оршич это моя самая последняя жизнь перед перед этой я на тот момент жила в германии сша и в латинской америке это вот эти страны которые меня очень сильно вдохновляют и по сей день это мои три любимые реинкарнации так дальше матрицы гаряева на youtube это оригинал или фейк если фейки то где найти оригинал да конечно это фейки я думаю что оригинал вы можете найти только у его официальной супруги потому что она сейчас как представитель всех его технологий медитаций эти медитации конечно не дешевые это не не бесплатные медитации но поверьте это стоит того потому что петр гаряев это просто новатор это самородок это гений нашего времени и не таких уж огромных денег стоит эта медитация так что я думаю что стоит приобрести я тест люблю я не могу понять кто-то видимо через переводчик писал в какую страну вы планируете поехать я вообще планирую в ближайшее время поехать в перу вот а весной я хочу поехать в непал но пока что такие планы как часто нужно принимать слабительные чаи чтобы поддерживать чистый кишечник смотрите вы должны определить как часто вы вообще ходите в туалет не по маленькому если один раз в день не очень хорошо кишечник должен обновляться постоянно очищаться постоянно поэтому пока вы не начнете ходить по несколько раз в день хотя бы два-три раза нужно пить слабительные через день вот нужно вычистить все шлаки грибковые пленки потому что а некоторые вообще через день ходят это вообще очень плохо если вы ходите в туалет через день каждый день пейте слабительное пока не увидите что вы начали ходить чаще и тогда можно уже через день потом через два дня потом раз в неделю то есть ваша задача чтобы походы в туалет были хотя бы два-три раза в день какую из религий вы считаете наиболее верной я считаю конечно же буддизм буддизм наиболее схож по своей философии с квантовой механикой многие люди буддизм воспринимают неправильно то что это какая-то религия на будто всегда говорил что это философия и на самом деле вот эти все законы про полюби весь мир и мир полюбит тебя это не в прямом смысле имеется ввиду также как и библии люди трактуют неправильно это имеется ввиду живи в этом состоянии излучая любовь и пространство простроиться под тебя то есть ты своими вибрациями расстраиваешь энергетическую матрицу вокруг себя и она начинает дальше 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 постраиваться и ты формируешь так свою жизнь они потому что ты там всерьез любишь всех людей обожаешь их там и так далее это не об этом это а безусловной любви ко всему сущему не какому-то отдельному человеку или какой-то группе лиц а вообще ко всему сущему вот и если настроиться на это состояние то это и есть буддизм вы пьете какие-то витамины для кожи да очень много пью различных витаминов потому что ну кожа она должна постоянно подпитываться как снаружи так и изнутри я разумею тебя очень хорошо как вы относитесь к русскому чернокнижью к русскому чернокнижью что вы имеете ввиду деревенскую магию просто русская чернокнижа ну скорее всего деревенская магия уточните пожалуйста к обычным русским заговором никогда они не нравились вот эти вот книжки степанова я их читала в пятом классе ну для пятого класса еще нормик но дальше извините мне больше нравится попиус ритуальная магия магия пентаклей это как раз моя темка блин жалко у меня от моей магической книги здесь прям где моя магическая книга я бы вам показала сейчас секунду вот такая у меня книжечка сейчас покажу вам что-нибудь отсюда у меня тут с одной одной стороны чернокнижья с другой стороны с другой стороны более нормальная магия что мне очень нравится чем мне больше нравится работать а вот а вот с такими я символами работаю обычно просто обожаю блин это кайф да видите снова улыбаюсь вот так вот надо просто задавать правильные вопросы теперь вы уже знаете что меня вдохновляет кицелькуатль и черная магия но на самом деле черная магия не имеется ввиду что она именно направлена во зло это не об этом черная магия имеется ввиду что она включает себя все виды магии вот например у вас есть нож этим ножом вы реально можете убить человека а с другой стороны вы можете этим ножом почистить картошку порезать фрукты и только ваше желание определяет будете вы вредить или нет я естественно никому не врежу и никогда никому не вредила я считаю что мы должны наоборот приносить в этот мир любовь просто черная магия это также считается например денежные ритуалы и так далее то есть а почему бы и сделать денежные ритуалы я например очень люблю денежные ритуалы так дальше написано что детокс начался 30 0 9 блин неужели от кого могла написать нет 30 он начинается этого месяца то есть сято при какой сейчас октябрь это 10 до 10 нашли а перепутала так что вы еще успеваете вы веган или сыроед или вегетарианка я веган я веган я к сожалению ушла сыроедения потому что как микробиолог я не могу позволить себе потреблять столько бактерий никак поэтому я веган от молока я отказалась семь лет назад а от мяса я отказалась в 16 лет то есть больше 18 лет назад примерно сейчас сложно будет посчитать конечно но я считала что уже за 15 лет хорошо так валерия любимая наша ведьмочка красавица спасибо большое дорогая валерия как вы относитесь к информации о токсичных грудных имплантах задумываюсь о пластике но страшновато может навредить здоровью я могу вам посоветовать две фирмы имплантантов которые я точно знаю что они носятся пожизненно вот например я ношу свои имплантанты без всяких коррекций уже очень много лет и все нормально грудь очень мягкая она не капсулирует вообще идеально потому что у многих людей она твердая знаете как шары просто у меня на именно мягкая очень короче записывайте у меня фирма mentor 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 а есть еще фирма mac gun mac gun это две фирмы ну по крайней мере на тот момент когда я изучала которые дают пожизненную гарантию чем хорош хороши эти имплантанты внутри у них аггезивный гель это гель который который если разрежешь он не течет то есть по сути даже если имплантант но он не может лоп лопнуть вот в чем еще дело я смотрела ролик рекламный где по этому имплантанту проезжает трактор и ролик этот имплантант потом восстанавливает свою форму то есть он не может лопнуть он не может протечь то есть по сути он вечный поэтому я рекомендую вам такие имплантанты и конечно ничего никаких токсинов это не дает это абсолютно безопасный материал что вы думаете о кришнаитах опасен ли их эгрегор я думаю что нет мне очень нравится кришнаиты единственное в чем я их не поддерживает об употреблении молока я категорически против этого где увидеть ангелов они помогают у нас как раз а сейчас на нашем марафоне который начинается 23 числа будут ангельские медитации я вам даю гарантию что у меня будут медитации где вы точно с ними встретитесь поэтому если у вас есть действительно есть такое желание то приходите вы сможете с ними пообщаться что вы думаете про шишковидную железу я думаю что там заложены наши способности очень многие это также жесткий диск где хранится наша память о прошлых жизнях различные способности поэтому я всегда работаю с шишковидной железой с чакрой сахасрара и другими малыми чакрами такими как сома чакра амрита чакра и если вы прорабатываете все малые чакры головы у вас начинает больше активироваться шишковидная железа вы же видели наверное что даже как же это называется ватикан там у них большая шишка стоит во всех масонских залах храмах тоже очень много шишечек а потому что это как символ того что над этим нужно работать так дальше бога нельзя видеть как компьютерный персонаж не мод не может иметь зрения смотрите того бога про которого описано в библии я думаю можно просто его нет а вот то что на самом деле является богом это квантовая энергия она вездесуща ее можно ощутить ее можно пропустить в себя с ней можно пара контактировать и это действительно есть да это я подтверждаю это существует кришнаиты загоняют в сансару ну да они хотят чтобы преданные верили только в кришну я когда это узнала я знаете за чего ушла от кришнаитов короче когда я поняла что ну вот у них законсервируется путь развития на кришне то есть ты попадаешь в райские миры кришны и начинаешь просто там жить то есть все на этом твое развитие заканчивается то есть по сути ты просто начинаешь поклоняться какому-то человеку я так подумала почему я должна вообще кому-то поклоняться это вообще мне не интересно поэтому я оттуда ушла мне кстати тогда было 16 лет когда я это осознала то есть я осознала достаточно рано что я сама хочу повелевать я сама хочу быть богом ну или как минимум быть на равных с другими людьми но уж точно никому не прислуживать это мне не интересно если человек был криминальным авторитетом и сделал много плохого то куда он попадет в следующей жизни индия африка это же тяжелая карма ну это конечно может быть как угодно если он там не очень много накосячил если были какие-то у него в прошлых жизнях бонусы то ему могут дать на выбор например родиться в каком-то больном теле на благополучной семье в нормальной стране или в классном теле с хорошими задатками но например в индии то есть у него еще будет какой-то выбор если прям человек реально маньяк какой-то убийца то скорее всего он родится какой-то арабской женщиной одной из крема который будет всю жизнь бить скорее всего гидра тварь мешают мне валерия как влияет аборт через таблетки вообще никак но это мое личное мнение понимаете ребенок вселяется в тело в любом случае на втором на третьем месяце если вы это сделаете через неделю через 2 или в течение месяца ничего страшного но вообще конечно лучше изначально давайте я вам открою секрет без предохранения нельзя заниматься сексом женщинам потому что эти сперматозоиды которые попадают они там в каком-то количестве остаются и начинают у вас вырастать миомы опухоли полипа и так далее только в презервативе тогда вы и не залетите и собственно говоря у вас не будет проблем по-женски это очень важно на самом деле сприт только в презервативе ни в коем случае без этого делать нельзя это очень опасно я вас предупредила когда я была под наркозом у меня было ощущение что я в каком-то пространстве наподобие бесконечного облака похоже на закат тишина и никого нет на душе покой класс скорее всего вы попали в какой-то из высших миров я тоже была в таких мирах бывало и там ну вот было очень необычно не так как в нашем мире я видела что там бескрайние поля просто ни одного дома очень красивые закаты зелень свобода и никого нет прекрасные миры я очень люблю такие миры кстати много таких миров на плеяде дах и на сириусе ну я просто космос не очень верю для меня это как энергопространство я замечала что вот например на сириусе есть такой мир где просто океан бескрайний океан и на этом океане какие-то радужные голографические сооружения такие мягкие приятные и весь мир состоит просто из океана этих перетекающих разноцветных очень ярких но при этом пастельных энергий очень красивых ты когда там купаешься ты ощущаешь очень сильную любовь и радость и оттуда не хочется уходить Валерия прекрасная спасибо большое очень приятно и еще такое было при сильной температуре приснилось после этого выздоровела да скорее всего вы попадали в какой-то мир где вы были уже когда-либо то есть в этом мире мы не как правило мы не можем попадать в такие миры в которых мы еще никогда не были должен быть вибрационный код доступ мы попадаем в те миры где мы уже были нас как бы тянет туда ностальгия и и мы туда попадаем и начинается постепенная распаковка воспоминаний какая из всех религий ваша самая нелюбимая и самая неправильная религия я сейчас могу разозлить многих людей православная православная почему расскажу в этой религии людей называют во первых рабами во вторых во всем их обвиняют и так далее если даже взять католицизм или протестантство там все гораздо лучше из таких популярных религий мне больше всего нравится протестантство валерия а что означает если часто выпадает на картах дьявол на отношения но я думаю что это не есть хорошо это вам такой намек что в будущем может быть очень много проблем и это не ваш человек он относится к вам не искренне я бы на вашем месте ну надо конечно видеть какие еще карты может это он что-то другое обозначает но если конкретно на парню вы гадаете которые вам нравятся и это именно его карта лучше от такого парня избавляться тут вообще не без вариантов ночью валят стопы а обувь правильная врачи говорят все хорошо кто что это может знать по энергетике у вас проблемы в античакрах у нас на ступнях ног находятся по центру античакры вам надо их проработать у меня сейчас как раз чакровый марафон будет 30 числа там пост на стене и мы будем прорабатывать античакры поэтому приходите даю гарантию что и у вас наверное еще забит финансовый поток скорее всего потому что когда с античакрами проблемы нижними часто забит финансовый поток стоит только их активировать начинают начинается пруха в жизни вы будете делать марафон по античакрам расскажите про античакры вот как работает матрица только что сказала и сразу же такой вопрос да у нас 30 числа начинается такой марафон там будут и чакры и античакры кто не знает чакры они находятся на позвоночнике а античакры находится на ногах на руках кстати тоже есть чакры это тоже античакры мы будем тоже с ними работать лада и лэля и с нулевой точкой то есть это такой крест энергетический мы с этим всем будем работать в какое время вы обычно просыпаетесь где-то в 10 11 утра очень интересно а без макияжа вы красивее всего спасибо большое дорогая очень приятно это слышать здравствуйте валерия снятся сны каждый день осознанные тоже это хорошо или плохо здравствуйте это супер хорошо если вы начнете это практиковать серьезно то у вас могут быть очень значительные результаты скорее всего вы прирожденное сновидящие единственный вот минус без фильтра у меня постоянно блестит лицо видите я буквально сижу чуть-чуть его припудриваю через пять минут она снова блестит это минус комбинированной кожи комбинированная кожа все время блестит некоторые даже покупают себе представляете себе пудру в шоке которая блестит и вообще не понимают вам мне кажется это так дешево смотрится спасибо большое за приятность у вас соломон да вы мне кстати напомнили а соломон это тоже мое воплощение но я его очень плохо помню вообще очень плохо помню и там столько неприятных было моментов что мой мозг пытаются это все стирать можно ли с помощью магии убрать плохие сны да конечно ведь откуда берутся плохие сны это сущность это подселенцы которые выкачивают у нас энергию через сны и программируют нашу жизнь посредством снов и когда вы избавляетесь от этих сущностей активируйте чакры снимайте подключки потом обязательно их нужно закрывать эти сущности уже не имеют вам доступа и не могут вас пугать вы верите в пророческие сны конечно у меня они очень часто бывают валерия выложите пожалуйста этот эфир потом конечно обязательно выложу волшебно спасибо большое есть такое мнение что атлантида была в антарктиде верно ли подобное предположение нет атлантида была в том месте вообще не знаю как то получилось но я точно 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 знаю что атлантида была в двух местах которых я побывала это уже сто процентов это в районе бермудских островов и в районе в районе гавайи гавайи в особенности кайлоакона а потом какие там еще есть острова там была атлантида в районе гавайи там где гавайи у меня там было очень много воспоминаний какие самые худшие страны в нашем мире я думаю страны где угнетаются права женщин потому что извините мы уже выросли из первобытного строя но когда женщина извините бьют ну вот пример вот недавно до убил муж какой-то политик свою жену салтанат мукенову это ужас это трэш понимаете и в таких странах там постоянно убивают женщин бьют и это вообще считается нормально то есть что муж бьет жену это вообще норма я считаю что это ужасно с этим надо что-то делать просто как так можно я не понимаю может быть и вправду нужно какое-то единое мировое правительство которое бы поставила во всех странах одинаковые законы чтобы люди наконец-то перестали страдать и чтобы во всех странах одинаково были распределены ресурсы а то кто-то умирает от голода а кто-то извините еду выкидывает практически в нетронутом виде в мусорный бак как-то очень несправедливо все устроено привет из германии привет обожаю германию юлиана пишет тоже обожаю германию и немецкий язык да ну как в германию можно не любить я когда туда попадаю у меня такая эйфория что вы думаете о вермудском треугольнике я думаю что это мощнейшее место там на дне океана стоит силовой кристалл атлантов я там часто бываю как вы относитесь к зеркалам козырева с одной стороны хорошо если бы было свое зеркало козырева это было бы лучше потому что вы знаете что очень много людей ходят туда исцеляться при том на последних стадиях рака или каких-то инфекционных заболеваний понятно что там все протирают а может включают какие-то лампы озоновые но все равно так себе удовольствие знать что перед тобой в этой камере побывал неизлечимо больной который мечтает исцелиться но шансов у него скорее всего нет и можно там что-то нахватать но мне повезло у меня такого не было когда я была в зеркалах козырева я у меня был очень важный вопрос на тот момент на который я не могла найти ответ я просто села в эту камеру и задала вопрос закрыла глаза и ну там было темно я постепенно когда начала а я увидела одно место как раз куда я хотела поехать и постепенно начала открывать глаза и уже начала видеть как будто видение будто я нахожусь вот как раз в этом месте то есть я конечно не мотала головой так сильно не вглядывалась я просто так чуть-чуть открыла глаза и видела я как бы находилась между сном и бодрствованием и получила все ответы на свои вопросы то есть в моем случае это хорошо сработало у кого помимо вас еще есть экстрасенсорные способности из тех кого вы знаете так ну вот у мальвы были экстрасенсорные способности это точно так у натальи новиковой тоже экстрасенсорные способности есть я так думаю что у хельги тоже вы на эту тему не общались но человек который владеет так крышу магии не могут быть экстрасенсорных способностей у дарья орион кого еще напоминайте мне может я кого-то забыла но я так особо ни с кем не общаюсь поэтому сложно сказать но вот наверное те кого я назвал амда есть у них экстрасенсорные способности у мальвы они прямо были ярко выраженными кстати валерия скажите для чего можно через астрал контактировать с атлантическим кристаллом ну вообще я скажу так это только для тех кто раньше с ним контактировал тот кто связан с атлантидой для нас это я не знаю как вам объяснить вот представьте себе набожного человека у которого есть любимая икона и он эту икону обожает все время ей молится и так далее также для атлантов наш силовой кристалл наш силовой кристалл это это как бог для нас он нас подпитывал он нас выравнивал гармонизировал на вот это просто счастье посидеть в кристалле или вы так вот приставить к нему руки ну вот как-то с ним проконтактировать не знаю как объяснить это как что-то куда всегда хочется что-то с чем хочется слиться и раствориться в этом то есть это можно сказать как бог для атлантов кристалл валерия вы лучшая спасибо большое очень приятно слышать а если клизму вместо слабительным такие вопросики знаете я вам скажу в чем разница не все люди умеют делать клизмы чтобы открывались все три сфинктера просто когда все три сфинктера открываются прочищается и толстый и тонкий кишечник обычно открывается один сфинктер то очень редко то есть по сути вы прочищаете только внизу а здесь еще остается забиты да вот толстым кишечнике и когда вы пьете слабительно у вас полностью прочищается поэтому слабительное конечно эффективнее но со слабительным редко выходят паразиты поэтому я считаю что это не не взаимозаменяемые процедуры это дополняющий друг друга процедуры представляете себе у меня тут написано что сбой прямого эфира надеюсь что все вы изучали ислам нет никогда не изучала если честно мне очень нравится мне кстати нравится тора вот забыла сказать тоже была очень классная я вообще еврейка если честно по маме поэтому не удивительно я вообще обожаю еврейские традиции еврейскую музыку ой я кайфую просто мне очень нравится тибетский буддизм мне тоже нравится именно тибетский буддизм хотя если честно я была очень разочарована в тибете когда первый раз туда приехала я просто нигде такого не видела честно я помню зашла в номер и возле кровати обычно там либо конфетки лежат либо жвачки что-нибудь какой-то подарок а у нас возле кровати лежало два презерватива в шкатулке я думаю куда я приехал я приехала в тибет самую духовную страну какого черта там лежат презервативы у меня прям настроение испортилось я такая была злая думаю блин какой осадок неприятный представляете себе вот реально шок вот такой момент был неприятный подскажите вы верите в демонов или работаете с ними конечно верю конечно работал это вы же вообще-то я позаботился о том чтобы демоны спустились в этот мир когда был соломоном это я им открыл дверь сюда ну потому что демоны они очень хорошо контролируют бесов они здесь все контролируют они можно сказать помогают квантовому интеллекту контролировать этот мир это по сути как операторы сознания но это немножко другое конечно в общем это существа очень благородная я вообще никогда кстати не понимала когда вот начинаются ритуалы нужно там чертить вокруг себя поле что-то чтобы демами загляд вообще не боюсь я никогда ничего не черчу я с ними контактирует прекрасно я же медиум я никогда их не подвожу и они меня тоже то есть это вообще это говорят что это какие-то существа злые но я бы так не сказала это супер адекватные справедливые и надежные я подчеркиваю надежные соратники какие именно витамины для кожи пьете ой на самом деле очень много такие как биотин коллаген витамин q10 а потом креатин моногидрат протеин там везде аминокислоты таурин их очень много на самом деле витамин е витамин а конечно же витамин c конечно же рус ну вот видите русская чернокнижа это славянская магия деревенская деревенская большинство людей работает по деревенской магии если честно называют рвотную позыву блин я не люблю деревенскую магию не люблю я вообще если честно посмеиваясь над всеми кто занимается деревенской магия не знаю почему у меня она просто бесит мне кажется она очень глупо это как люди приезжают с таким ховарком знаете такие вот но в этом нет ничего плохого она блин это смешит что я могу поделать с этим вас очень милая улыбка спасибо большое дорогая снимите влог на youtube пожалуйста надо подумать о чем его вообще снять неужели влоги еще популярны я думала что мы историю завиняют вам все влоги если честно потому что я часто снимаю их в виде влога валерия что вы думаете о шумной волне слухах про звезд и педиде я думаю что на самом деле как многие считают я наверное склоняюсь им поверить что этот скандал умышленный это произошло все таки не случайно и скорее всего нас сейчас от чего-то отвлекают говорят что скоро в сша будет война и у меня тоже были такие видения вы думаете почему я вернулась в мексику у меня такие жуткие панические атаки были в сша такие жуткие я вообще не я не могла ничего с этим сделать я не могла избавиться от них и только когда я вернулась в мексику мне полегчало но я очень хочу вернуться к сша но только после того как все закончится я когда последний раз была во флориде недавно же там прошел ужасный ураган я прям как чувствовала что там что-то такое будет а там у меня были особо сильные панические атаки поэтому скорее всего отвлекают именно от этого там готовится что-то грандиозное и и поэтому людей сейчас отвлекают чтобы они не видели я думаю вы понимаете посмотрите канал блогера блогер не блогер а блогер через г в ю тубе блогер посмотрите его канал и вы все поймете так дальше какие травы вы пьете я люблю сбор трав тройчатка пижма полынь потом осина ним очень люблю и колея за капитичи обожаю сигилы о я тоже обожаю сигилы у меня есть уже древняя сидела на денежной купюре в кошелке она уже практически стерлась но я все равно ее ношу это же печати демонические да и не просто демонические а моих любимых демонов у вас были воплощение в древнем египте до были в древнем египте я была матка ра я не знаю почему но вроде бы приятно такое такая приятная была жизнь я кстати думала о ней когда меня спрашивали про мои любимые жизни я думала о ней но она как-то прошла безцветно блекла вроде бы было что-то такое хорошее но не знаю как вам сказать даже эта жизнь как-то поприятнее чем-то не знаю почему даже хотя странно и вообще этой жизни недовольна но в плане именно самоощущение тела эмоций в плане именно ощущение себя и состояния мне кажется это моя лучшая жизнь потому что я ни в одной жизни не занималась натуропатием антипаразитарными чистками ни в какой жизни я себе так круто именно физически не ощущала так что в этом смысле это точно лучшая жизнь какое ваше мнение по поводу искусственного интеллекта к чему может привести человечество в ближайшем будущем если и искусственный интеллект выйдет из-под контроля то я думаю это будет прекрасно но если искусственным интеллектом будут управлять люди алчные лживые злые то будет плохо но я видела будущее что искусственный интеллект вышел из под контроля посмотрите мое видео на youtube предсказание на 2026 28 год я там описала что я видела поэтому я надеюсь что мы пойдем именно по этому сценарию и все будет хорошо западный оккультизм тоже обожаю это мое это мое любимое занятие если честно подскажите пожалуйста как правильно использовать пирамиды из медной проволоки ну их можно ставить сверху пищи например на крышечку или возле кровати в любом случае это улучшает скажем так энергетику в помещениях я хотела прочитать этот вопрос но меня просто поразили этим вопросом я боюсь даже это слово произносить что вы думаете о аллатре опасны ли они и правда что они по всему миру да это мои враги больше ничего не хочу говорить и мне даже не хочется произносить это слово пока не ясно но что-то меня связывает с кицелькуатлем очень интересно но я вам тогда советую почитать так евангелие толтеков про кицелькуатли там 21 глава очень классная книга максимально достоверная ну там правда полили помоями кицелькуатля плане там сестры и всякого такого этого всего не было это все вранье кто не знает в преданиях написано что кицелькуатль обдолбался пульки и изнасиловал свою сестру это чушь такого не было это просто сплетни домыслы такого не было что вы думаете о брайан джонсон он тоже занимается омоложением напишите мне я не буду сейчас отвечать напишите мне вы считаете у него есть результат на сколько лет он выглядит вот и весь ответ не кушать мясо вы смогли вырасти ну да конечно я считаю что белок растительный гораздо лучше кто выиграет выборы в сша я считаю что трамп можете ли вы хотя карты карты иллюминатов говорят что выиграет камала но это просто безумие понимаете если выиграет камала я буду очень долго истерически смеяться потому что это безумие это безумие я очень злая когда думаю об этом Валерия плохо ли что не снятся сны либо снятся но раз в год это значит только одно вы не высыпаетесь вы ложитесь не в то время или не досыпаете потому что если бы вам хватало на сон сны сто процентов бы были надо дольше спать хотя бы на два три часа спать подольше вот попробуйте вы заметите сны появятся Валерия спасибо за ответы вы прекрасно выглядите вам не нужны никакие фильтры спасибо большое дорогая просто знаете я привыкла к своей внешности как в зеркале а когда смотришь на телефоне всегда идет искажение мне больше нравится на компьютере там какая-то камера другая на ноуте но я не умею на ноуте включать эфиры поэтому все время приходится включать фильтры потому что на телефоне я выгляжу хуже чем в жизни и всегда гораздо меньше глаза гораздо чем в реальности они у меня такие мелкие но я уже просто не переживаю и думаю какая разница в реале меня люди видят мнение которых для меня важно пусть оно тогда так и будет я не девушка вы сказали соратница блин я наверное перепутала или не поняла вопрос каким бы были ребенком характер я была если честно ужасным ребенком я очень любила привлекать к себе внимание но в какой-то момент я стала стеснительно то есть у меня были перепады какая-то часть я очень буйная я очень громко говорю там мама мне говорит говори потише я такая для чего зачем я это делала но в то же время когда меня просили в гостях спеть я как бы петь любила но я стеснялась я пряталась за штору и начинала петь петь и за шторы прям странно если честно как-то не могу понять себя в детстве Валерия что вы знаете про рептилоидов вы знаете кого-то из них лично вы знаете нет именно рептилоидов я ни разу не встречала но хочу сказать честно в моей крови есть рептильный ген ген нагов в Атлантиде мы проводили эксперимент я описывала в своей книге про Атлантиду мы проводили эксперимент и участвовали добровольцы и я решила поучаствовать потому что я люблю эксперименты я в принципе и сейчас их продолжаю над собой ну люблю я эксперименты и да мне внедрили ген рептилоидов так что у меня есть рептильный ген очень интересный эфир спасибо большое так впервые слышу что живчики преобразуют в онкоклетки а что за живчики а вы имеете ввиду нет не в онкоклетки смотрите это не обязательно что будет рак рак может быть если у вас в роду у кого-то он был и то не факт да все зависит от питания они именно преобразуются в полипы в доброкачественные в опухоли в миомы ну все равно это же неприятно согласитесь в любом случае даже если это не рак ну и что у многих людей сейчас отрастает они удаляют разве это приятно от этого еще часто бывает бесплодие большинство женщин все-таки хотят иметь детей поэтому лучше не рисковать как попасть в Акхарте в реальности то есть не через Австралу в каких странах мира вход я точно знаю что в Чили в Мексике в Антарктиде в Австралии где еще в Тибете конечно в Тибете так где еще но это то что я знаю это то где я именно выходила в прошлых жизнях я из Сириуса вы прямо описали мой мир супер у меня просто муж из Сириуса поэтому я довольно часто там бываю ну когда мы только начали встречаться естественно я начала попадать в те миры из которых он и очень любила там находиться короче в Австралии и так далее часто путешествовала по Сириусу офигенный мир какие техники используете чтобы попасть в ОС я использую техники прямые но через сон то есть я скажем так перед сном намереваюсь и где-то в 4 утра меня выбивает то есть я засыпаю но с намерением что когда мое тело полностью там восстановится я выйду в Австрал я в какой-то момент так открываю глаза и попадаю в Австрал просто вылетаю из тела и все то есть я фактически использую для этого ночь хотя раньше я практиковала днем что делать если у бабушки есть тропическая язва на ногах уже образовались дыры течет она в больнице уже умирает что порекомендуете жесть забирайте ее лучше из больницы конечно я понимаю что это очень тяжело иметь такого человека дома но все таки умирать в больнице это ужасно на самом деле мы очень жалеем что не забрали моего дедушку из больницы и он умер среди незнакомых людей так вот когда моя бабушка умирала у нее тоже кстати были эти язвы на ногах кстати очень помогает массаж лимфодренажный массаж снимает отеки очень быстро на ногах и мы ее забрали домой вот и ей было очень классно умирать дома поэтому если как бы вы ее любите хотите чтобы она получила максимально приятные эмоции все таки уход это само по себе страшно а уход среди незнакомых людей которым на тебя наплевать это еще гораздо страшнее поэтому я бы наверное забрала бы домой на вашем месте ислам не изучала вообще ничего сказать не могу если честно что такое для вас астрология как вы вышли из-под влияния звезд я вам честно скажу она просто на мне не работает от слова совсем там описывается вообще не мой характер вообще вот просто вот представьте себе мой характер описывается в астрологии как молчаливый знак он очень он очень мало говорит но при этом он очень глубокий вот скажите мне вы когда-то могли бы представить что я мало говорю у меня рот вообще не закрывается я поэтому на адвокат поступила но потом бросила потому что поняла что это не мое вообще вот просто от слова совсем ничего не совпадает ноль особенно для такого человека как вы очень важно домоседство это человек который любит уют он наряжает дом для него дом это его крепость муж, жена, дети я вообще терпеть не могу сидеть дома я ненавижу уют мне вообще пофиг на семейные ценности понимаете вот просто никакого попадания ноль-ноль поэтому я не то что вышла из-под влияния звезд я просто там никогда не находилась так дальше как вы относитесь к тому что в России хотят запретить таро астрологию и магию я думаю что вряд ли они это сделают они хотят это все лицензировать они просто хотят на лапу получать государство чтобы налоги платили за это ну в принципе может быть это и правильно потому что очень много шарлатанов и когда человека кидают он даже не может никуда заявить понимаете вот его просто кинули взяли деньги и не оказали услугу и все его кидают и все и делай что хочешь а так если вдруг вас пробросят на деньги вы пойдете обратитесь в прокуратуру у человека запросят почему он вас обманул и очень многие шарлатаны так отвалятся потому что лицензирование стоит не дешево ну хотя нет я думаю шарлатаны заплатят ну в общем они хотят видимо как-то систематизировать что ли этот бизнес вы поддерживаете ну и вопрос вы поддерживаете Израиль или Палестину как вы думаете за кем будет победа ну слушайте как еврейка конечно же я поддерживаю свой народ и как человек справедливый кто на кого напал давайте вспомним кто напал тот и не прав я считаю но я считаю что здесь не важно кто победит я считаю что здесь надо отдуматься и прекратить потому что в войне не существует побежденных и проигравших и выигравших в войне все проигрывают потому что это смерти и людям это не надо это надо глобалистам поэтому я считаю что победа была бы только при условии если бы люди взялись за голову и перестали друг друга истреблять так за то что вы очень естественная спасибо большое дорогая Валерия как делать если не снятся сны либо сняться на раз в год это очень плохо так я на этот вопрос уже отвечала рисовой припудривайтесь она надолго матовость дает вы знаете а у меня нет у меня рисовая пудра скатывается в колтуны на коже и когда приближаешься как будто известь поэтому я припудриваюсь обычно присыпкой обычной присыпкой и она мне не скатывает тональный крем присыпка ну вообще она никак не влияет на текстуру кожи поэтому мне очень нравится присыпка Валерия у меня всю жизнь проблемы со сном бывает до 7 утра не могу уснуть помогают только таблетки как начать нормально спать нам надо просто попробовать ложиться прям гораздо раньше но нужны именно таблетки которые сработают попробуйте таблетки унисом называются унисом унисом их можно заказать по интернету вот выпить эти таблетки где-то в 10 вечера пару штук вы заснете и так несколько дней и потом вас уже начнет тянуть спать вот я кстати недавно вообще без таблеток даже я перешла я наложилась в 4 а сейчас ложусь в 12 вообще нормально перестроилась за 3 дня где-то в интернете писали что у вас прошлая жизнь была где вы были дочкой богини в Лемурии это правда? да, это правда я была дочерью богини Дурги блин, как я могла забыть свое имя все, я вспомнила, Навихье меня звали Навихье но я не очень любила эту жизнь, если честно я ее плохо помню, во-первых, только фрагментарно и я тогда была очень несчастна в этой жизни поэтому вообще все, что связано с Лемурией, мне не нравится она меня бесит так, дальше как вы относитесь к реке Алас? что за место? кто построил эту пирамиду? высотой 6666 и зачем? это мое число 6666 я обожаю это место я там была и конечно же это место построили древние атланты и жители Акхарти потому что там есть портал в Шамбалу также в Шангрилу неподалеку и в Акхарти то есть это такое место, портал наимощнейшее просто наимощнейшее я там вспомнила впервые про свой аватар, который сидит в этой горе вот с такой мудрой представляете себе? когда я приехала в Тибет у меня случилось что-то ужасное я приехала к горе Кайлас и остановилась в Гесткемпе возле озера Манасравара это у подножья Кайлас такое озеро и мне почему-то попадались неприятные знаки по дороге постоянно у меня находился то Шива, то Кали, какие-то ленточки но я как-то не обращала внимания и короче я вышла в Астрал ночью и полетела на Кайлас на гору и на меня напали демоны и жутко меня избили и когда я проснулась утро, у меня надулся флюс и он так сильно раздулся, что мне пришлось как бы ехать сразу назад а там на джипе доехать до Лхасы до столицы Тибета 7 дней я все эти 7 дней рыдала дальше было еще хуже, вы сейчас упадете значит, когда я пришла, у меня все глаза заплывшие, заребанные вот здесь такая огромная складка, потому что я постоянно рыдала но мне было очень страшно это какой-то свищен надулся у меня, представляете? и короче, мы пришли наконец-то к стоматологу мне сделали там, просверлили дырку все это прочистили, запломбировали потом мне муж говорит, я тебе не хотел говорить но тебе, когда мы зашли в кабинет, я просто ничего не видела там сидел какой-то ребенок и она, не поменяв сверло и не помыв его этим же сверлом начала мне сверлить зуб я когда об этом узнала, я была в ужасе представляете себе, вот такая антисанитария еще такой небольшой прикольчик я как-то раз хочу покупать в Тибете яблоко потом смотрю, они грязные говорю, не, не хочу, они грязные она поняла, такая берет яблоко протирает его салфеткой такой, бери и она такая, что? отвалите от меня короче, вот у них такая гигиена своеобразная что вы можете посоветовать подростку в 17 лет? я советую укреплять ауру и чистить свои тонкие тела потому что это не зависит от возраста но это однозначно откроет вам путь в лучшую реальность так Валерия, а если не получается похудеть есть ли какая-то взаимосвязь с чакрами и античакрами? вполне вероятно потому что лишний вес очень часто связан с энергетическими блоками когда человек не может снять эти блоки он не может получать удовольствие от жизни у него отсутствует вдохновение поэтому он его черпает эти эмоции из еды поэтому когда вы чистите чакры, античакры улучшаете их у вас открывается очень сильное вдохновение и много энергии вы просто забываете про еду вы как бы теряете к ней интерес приветствую из Крыма приветствую, обожаю Крым потрясающее место можете рассказать про Бермудский треугольник так интересна эта тема это силовой кристалл атлантов и там в Астралии можно полететь туда и начать медитировать кстати говоря, такой же треугольник находится очень похожий у горы Кайлас внутри горы Кайлас на тонком плане и вот когда я туда попала в Астралии я конечно же не сдалась и потом полетела снова туда в Астралии в этот раз уже все было в порядке и я долетела до такого очень огромного темно-синего божества такой женщины которая сидела вот так я когда увидела это божество я поняла, что это я и после этого тоже очень много раз архивировалось в моей жизни и я много чего узнала после этого вы очень эрудированный человек спасибо большое очень приятно слышать, дорогая что вы думаете о будущем Украины? я думаю, что в будущем Украина станет еще лучше, чем раньше это сто процентов просто сейчас это все должно успокоиться то, что нам заварили эту кашу вышестоящие люди кстати, это связано с моими врагами на букву А они приложили очень хорошую руку к тому, чтобы это случилось чтобы вы понимали да какие книги о эзотерике можете порекомендовать для новичков я рекомендую свои книги у меня есть две книги по эзотерике это кармические отношения, там уроки и книга Вселенная говорит со мной там техники, там именно учебник там не какие-то там, знаете, разглагольствования там какие-то, не знаю, инсайты такого там у меня нет у меня там чисто уроки и техники то есть это практические книги задания, задания, задания и после которых очень сильно меняется жизнь советую где Мальва, нашли ли ее? к сожалению, нет никаких новостей кроме того, что родители говорят, что им отправляют ее голосовые сообщения что с ней все в порядке но зная, что сейчас нейросети способны подделывать как видео, так и аудио я очень сомневаюсь, что это Мальва я постараюсь как-то уговорить родителей выслать хоть одно голосовое сообщение я как маг смогу понять точно она это или нет, потому что я смогу отличить, я уверена на 100% я очень, у меня очень глубокая связь с Мальвой на тонком плане на мне зеркала тоже хорошо сработали супер усилила там определенный запрос как вы считаете, как нужно бороться со странами как Афганистан, Ирак, где нет прав у женщин они очень радикально настроены и объективно придят миру каким образом сделать их цивилизованными? ну каким образом? путем силы, конечно вот как, например, боролись, например, с пьянством в СССР их ловили, отправляли на трудовые работы грубо говоря, когда человек деградант что с ним надо делать? его надо ловить и обучать заставлять, то есть из-под палки применением силы не хочешь работать? ну сиди просто в камере одиночки надоело сидеть в камере одиночки? хочешь на прогулку? иди поработай уже работаешь хорошо, да? теперь вот давай учи там новые правила жизни и так далее человека постепенно вот так вот отесывать огранять, как алмаз постепенно их цивилизовывать я думаю, что только так что делать? а, так это я уже читала сейчас а как вы поняли, что вы Мария Оршич? дело в том, что я с детства помнила эту жизнь я очень хорошо помнила некоторые моменты этой жизни например, я точно знала, что я инопланетянка что я медиум еще задолго до того, как я вообще узнала о существовании Марии Оршич это было в 2015 году и полностью вся моя история жизни, которую я сейчас продолжаю совпала с жизнью Марии ну плюс, когда я увидела свою настоящую фотографию я сразу все вспомнила начала читать про дамплиеров про рыцарей черного камня про то, чем мы занимались и у меня все пазлы сложились потому что свои черные кристаллы я помнила всегда еще с Венеры они попали в этот мир благодаря тому, что они именно с Венеры сюда телепортировались а я до того, как попасть в этот мир последнюю свою жизнь жила на Венере то есть у меня совпали все детали на самом деле про Марии Оршич поэтому я уверена в этом так, дальше как пить сорбент натрия ну я думаю, что просто как вот вы имеете ввиду слабительное, наверное натрия сульфата короче, просто берете стакан воды насыпаете в пакетик, размешиваете и желательно на ночь именно на ночь чтобы просто, ну как сказать не застало это врасплох где-нибудь вне дома а выпить на ночь с утра сходить в туалет это самый идеальный вариант я слабительное всегда на ночь пью вы можете сделать эфир с Владимиром Шемшуком на тему ислам и мусульманство надо у него вначале спросить как бы, ну интересовался изучал он эти темы или нет как бы, то есть узнать у него насчет этого демоны это справедливость полностью согласна только те, кто с ними не работали думают, что некоторые даже представляете себе они не отличают бесы и демоны это разные вещи бесы это действительно негативные существа они убивают, издеваются над людьми но это ужасно вот у меня такой есть бес-хейтер который ко мне прицепился уже много лет назад и не отцепляется всю свою жизнь слила на меня а вы представляете себе слила всю свою жизнь на меня ух, Валерия вдохновляешь Валерия, вы принимаете B12? что думаете по поводу того, что этот витамин нельзя принимать с антиоксидантами это вызывает рак я вообще считаю, что B12 нам не нужен это мое личное мнение я никому его не навязываю и не рекомендую ничего делать, я просто делюсь своим опытом так, дальше что вы думаете про гностиков и люцифериан я уважаю гностицизм как война? из-за чего? нет предпосылок в США посмотрите канал блогера на ютубе там даже документы уже есть о таких законопроектах скажем так, неоднозначных что там как бы все черным по белому написано но я об этом и давно знала у меня есть знакомые, которые много лет живут в США и там уже давно такие настроения уже 3 года и все с каждым годом все хуже и хуже и хуже влог о ваших всех добавках, БАДах как и для чего вы их используете было бы очень интересно посмотреть такой блог все в одном месте, а у меня есть такой блог но проблема в том, что я никогда не пью за один раз все БАДы то есть у меня всегда по частям потому что ну нельзя же пить все прям сразу БАДы вот буквально ты смешаешь два БАДы, которые как-то не так лягут и начинается изжога поэтому с БАДами надо поаккуратнее с определенными сочетаниями я уже научилась не накупать слишком много БАДов чтобы потом их не возить очень долго поэтому у меня сейчас далеко не все БАДы которые я пью на постоянной основе а только часть а есть видео, которое уже записано с основным количеством БАДов на ютубе оно уже выложено так что я вам советую его посмотреть как вы относитесь к войне Украины с Россией? я считаю, что это огромная ошибка такая же ошибка, как с Израилем а знаете почему? потому что украинцы это потомки Атлантов а израильтяне это потомки Анунаков это две белые, это две чистые расы это две расы, которые устанавливают мир на земле и их сейчас истребляют задумайтесь, кому это надо B12 не стоит применять чем заменить? B12 стоит применять только если у вас недостаток B12 и то я бы лучше в продуктах его употребляла например, там я не знаю йод, в которых находятся водоросли хлорофилл, хлорелла вот в таких я бы употребляла B12 витаминах а не такой именно витамин синтетический а если у вас нет недостатка B12 то конечно же его не стоит принимать это может только навредить хотя скажу честно, я знаю людей у которых B12 очень сильно понижен но это на здоровье никак вообще не влияет просто от слова совсем это смотря какой человек у нас же здесь много разных аватаров для кого-то B12 вообще не важен тут надо смотреть конкретно как вы себя без этого чувствуете и как вы себя с этим чувствуете потому что я несколько раз покупала комплексы в которых находился B12 и у меня резко падала энергетика как бы, не знаю, такое было состояние как будто я чем-то заболеваю и потом я начинаю внимательно читать состав и смотрю там есть B12 и сразу все становится понятно что вы думаете про соевые продукты? я долгое время ела соевые натуральные продукты почему-то после соевого мяса начинает болеть живот скорее всего вам просто не подходит соя лучше тогда ее не есть потому что что я зависла что ли? блин я в жоке серьезно? я зависла? так, сейчас я все вопросы промотаю напишите мне, я что зависла? у меня действительно на телефоне зависло но я думала это только на этом телефоне то есть я сижу зависшая что ли? и вы слышите только мой голос? нет, не зависли, супер, это радует слушайте, мне так жарко стало я вообще не могу понять почему я сейчас иду с ума просто ужас так, сейчас посмотрим дальше ваши вопросы наверное я уже не смогу а, вот, я промотала, супер Валерия, я подумаю о чем-то обязательно увижу в жизни или в сети как это использовать? просто думайте что вы хотите и не думайте о том чего вы не хотите и это будет к вам приходить Валерия, как вы думаете почему снова потянуло читать Кастенеду есть ощущение что появляются старые энергии отбросила на 7 лет те же чувства, ощущения, восприятия в целом так оно и есть, вы все правильно чувствуете меня вообще отбросило в 2007 год уже давненько я ощущаю что я в 2007 году и что, что странно ко мне начинают в жизнь возвращаться люди с 2007 года с которыми мы 100 лет не общались и сейчас общаемся вот так это и работает нас просто перемещают по реальности за счету дронного коллайдера как вы думаете, кто из российских и украинских политиков сатанист? ну, просто видите в интернете кто существует вот в этой организации моих врагов из украинских и российских политиков и вы все поймете как понизить гамма-цистейн если витамин В12 вреден? ну, смотрите, я же сказала, что он вреден не для всех вы должны проэкспериментировать на себе если будете чувствовать себя лучше, значит вам нормально для меня он 100% вреден ну, потому что я, грубо говоря, от него засыпаю он меня усыпляет то есть у меня мало становится энергии я чувствую недомогание от двух каких-то витаминов у меня портится состояние мне это однозначно вредно какой интересный эфир самый интересный эфир за все время спасибо большое за ответы спасибо, очень приятно это слышать почему вы считаете, что самая худшая энергия православия? мне кажется, наиболее верная, неверная религия ислам ну, просто потому что я ислам никогда не изучала поэтому я, ну, ничего не могу сказать если бы я его изучила, то я бы хоть что-то об этом знала а так? ну, знаете, я вот даже смотрю, как живут в Дубае там же у них ислам вроде как неплохо живут и не очень даже неплохо я не знаю, как у них там изнутри но у меня очень хорошее впечатление сложилось о их уровне жизни в целом ну, чисто так со стороны если посмотреть, было, ну, классно если посмотреть в основном на православие то люди очень злые вы когда-то были в церкви? я, например, раньше захаживала в церковь и, ну, видела, что очень там злые бабки постоянно какие-то делают замечания вот так вот смотрят косо на тебя то есть такой неприятный вайп был я вообще думала, что все религии кончены после этого а когда попала к кришнаитам я поняла, что есть нормальные религии я так любила у кришнаитов там мы пели, танцевали, читали лекции учились играть на киртане, изучали шлоки короче, вместе путешествовали ходили друг к другу в гости то есть реально развлекалово очень интересно и с таким оттенком духовности просто супер! здесь тоже у нас католицизм здесь в церквях танцуют, поют, играют на гитаре ну вот реально заходишь и наслаждаешься а в православии заходишь, кто-то воет кто-то вот так вот на пол, на пол вот так вот как это наклоняется всю пыль на себя собирает и смотрит на тебя волком ну вот реально чисто вот по вибрациям мне не понравилось так, дальше Валерия, в один момент стала очень ухудшаться память и мыслительный процесс всю жизнь с этим было наоборот все отлично из-за чего это может быть? посоветуйте, как исправить вам надо попить для мозга различные бады то есть поработать над своим мозгом именно нужно сделать также чистку головы ингаляции, промывание пазух обязательно как можно помощнее прочистить там на ваточку маленькую капельку эвкалипта капелюшечку, можно даже на зубочистку поставить и ткнуть вот так ватку и на ночь ватку кушать ну я вообще советую вам прийти в эталонный аватар у нас там есть восстановление мозга, памяти и так далее если вы ко мне обратитесь в мою академию красоты мы с вами эту проблему 100% решим а вы слышали о людях звездные семена? они инопланетяне? да, они инопланетяне, конечно я к таким из них отношусь расскажите про прошлой жизни вашего мужа вы когда-то говорили, что он в одном из воплощений был паскатом да, это было на Сириусе также мы виделись с ним в прошлой жизни но близко мы с ним не общались конкретно вот в прошлой жизни еще мы виделись в одной из жизней в Португалии я даже нашла то место, где он обучался так вообще классно было не могу поверить даже в это я получается там училась в одном институте а буквально на расстоянии 500 метров была его семинария а он учился на монаха я как бы туда часто наведывалась, приходила но как-то мне приходилось его добиваться как-то он не очень не знаю, вроде бы было все и нормально но моментами как-то вот он отдалялся от меня но сейчас мы наконец-то вместе так что вспоминать что вспоминать о его глупости а я считаю это было очень глупо если у человека паралич то можно ли помочь ему энергетическими практиками если да, то какими? ну это навряд ли конечно только если человек сам захочет если он сам будет делать энергетические практики и туда это может помочь но если кто-то за него скажу честно, нет, нереально я видела на своей жизни такие примеры как люди, ну, конечно не с рождения паралич а например из-за какого-то несчастного случая и ему говорят, ты никогда не будешь ходить вот даже возьмите к примеру сыроеда Артема Кушнерова я с ним проводила эфир в прошлом году он фруктоед точнее и спортсмен короче, что-то случилось он получил травму ему сказали, что он не будет ходить уже и что? он не смирился он начал гуглить, он начал изучать он обложился литературой он начал просто изучать что можно сделать, чтобы себе помочь и начал просто все пробовать и в итоге он встал и сейчас посмотрите, у него тело как у Атланта просто, я вот не могу даже сейчас припомнить чтобы у человека было такое красивое тело, как у него а ему пророчили вообще то есть никогда не ходить так что все возможно какая же вы добрая хоть вы это о себе говорить не любите да, это мой недостаток но вы очень добрая, настоящая с той силой и энергией красивые глаза, свет в них и любовь спасибо огромное, дорогая очень приятно это слышать девы, самые изощренные маньяки это статистика ну спасибо, у меня мама дева ну она такая, как сказать если ее выбесишь, то да это просто что-то лучшее, ее не ссорить она еще такая обидчивая еще попробуй с ней помирись но если не доводить до ссоры, то очень приятный человек я помню, мы с мамой как-то раз поссорились в ресторане в Германии последнюю поездку так даже официанту досталось короче, официант что-то приносит я что-то спрашиваю она такая смотрит на меня и говорит позорище, что ты так перед ним лебезишь я такая думаю, нифига себе я просто что-то спросила такая, лебезишь перед официантом умора просто мама, конечно, очень забавная благодарю за ответы, было очень интересно спасибо большое, очень приятно это слышать какие секты или религиозные организации самые опасные я вам лучше скажу, какая у меня любимая секта бог Кузя и представляете себе, что оказалось оказывается, мой брат тоже изучал эту секту бога Кузи бог Кузя, это просто наш великий бог троянский конь, это наш мессия ну короче, из таких обычных сект опасные я думаю, вы понимаете, о ком идет речь на букву А как раз очень опасная секта не важно, кто напал главное, чтобы все войны прекратились согласна с вами, это самое главное почему? когда переехала в другую страну, набрала вес просто в каждой стране своя микробиота именно поэтому такое влияние я когда приехала в Америку тоже там такие продукты пока еще, скажем так в этих продуктах разберешься как, что есть пройдет какое-то время ну, как правило потом уже адаптируешься и просто, как сказать перестаешь набирать вес так что, вообще, если хотите приходите на мой курс ДЕТОКС он у нас 30-го числа начинается научу вас, как, во-первых, его сбросить и больше не набирать очень красивое, спасибо большое, очень приятно почему мне нравится Лемурия? ну, просто понимаете главными противниками Атлантов были лемурийцы и лемурийцы делали очень много зла для Атлантов плюс, ну, мне не нравится их философия идеология, они помешаны на животных ценностях ну, в общем, как вам объяснить лемурийцы это ярко выраженные такие люди, которые любят всякое там сладострастие а Атланты это киборги, холодные такие уверенные в себе, безэмоциональные то есть я больше люблю холодных таких людей с нордическим характером, как у меня а Шамбала находится в Акхарте это один из уровней Акхарте чем смываете макияж? правда ли, что нельзя умываться мылом? да, это правда, у меня есть своя пенка Шабуде от косметики Самадхи и я ее использую кто такие Стар Сиц? а, на это я уже рассказывала Люцифер это ваш аспект или это опасный вопрос? то можете мне отвечать используюсь вашим предложением Валерия, не поверите, вы мне приснились две недели назад и Аннабель, как будто все такие красивые сидим за столом деревянным в учреждении втроем вау, очень круто я бы, кстати, даже не удивилась, если бы это когда-то произойдет и в реальности почему бы и нет что вы думаете о Марии Деви Христос? у нее были какие-то способности? или она шарлатанка? ну, способности в аспекте зомбировать людей, да а вы знаете, кстати, что секта Марии Деви Христос? это предшественница секты на букву А это один и тот же, в принципе, человек за этим стоит спасибо большое за ответы Валерия, здравствуйте подскажите, как вы чистите тонкие тела? спасибо, здравствуйте, я их чищу через очищение чакр гармонизацию чакр а до этого снился сон, что мы с сестрой на Бали там была огромная, очень красивая птица, похожая на сову но изумрудного цвета она взлетела на уровне меня не использовав крылья думаю, это к лучшему, супер я очень люблю сов у меня, кстати, один из тотемов сова обожаю сов у меня прямо к ним зависимость и любовь кто такая Мальва? ее зовут Гретта? нет, Мальву зовут Екатерина кто там орет на улице? Валерия, подскажите, пожалуйста хорошие и действующие бренды коллагена какой коллаген вы принимаете? таких я, если честно, не знаю я всегда беру разные виды коллагена иногда даже обычные попадаются то есть даже не веганские, представляете себе это мои читатели такие глазастые я иногда беру коллаген и так, и эдак верчу и нигде не написано из чего он потом думает, так, ладно, все, беру мне нужен срочно коллаген я, кстати, не заметила никаких ухудшений от обычного коллагена но фирму сейчас не скажу, просто не помню какие причины плохого кровообращения? что посоветуете в первую очередь, чтобы разогнать его? никотиновая кислота только учтите, что никотиновая кислота если у вас тело краснеет и чешется это не значит, что у вас непереносимость это нормальная реакция просто если вам не нравится такая реакция снижайте дозировку или покушайте натощак не пейте но вообще никотиновая кислота это бомба образование должно быть доступным и релевантным для всех полностью согласна, а не только для элиты вот-вот а знали ли вы, что Карина Барби теперь именует себя черной ведьмой оккультистом и сатанистом? ну, знаете, много фриков разных пытаются пиарить на темы магии от этого они не становятся ведьмами льняное масло полезно принимать? или как правильно его принимать? какие еще полезные масла есть? да, полезно льняное масло лен очень полезен еще масло черного тмина и конечно же кокосовое масло также масло амаранта и масло из тыквенной сыродавленной косточки нерафинированное так, и последний вопрос а, вот и последний комментарий кедровое холодного отжима да, кедровое тоже обожаю что ж, дорогие, буду тогда прощаться уже мы с вами давно сидим и хочу вас пригласить на свой марафон чахры, античахры, ангельские медитации открытие третьего глаза и усиление ауры 30 числа под моим личным наставничеством, курированием общения в чат ежедневно голосовые сообщения от меня ответы на вопросы, голосовые эфиры так что буду очень рада вас увидеть всего вам самого прекрасного, шикарного дня ахум удача да